Здравствуйте! Это игра Клондайк на 63 уровне и мы играем с вами в ВК. Итак, я жду, когда же мой компаньон поставит помощь, чтобы я могла бы ещё чего-нибудь ей выпить. Ну, у меня пока мисс 300 и она пока не появилась, но я не виновата. Ну, теперь у меня идёт, получается, накопление полным ходом. Хотя бы пошли уже собираться овощи наши и фрукты. И деревья растут. А теперь ещё и суперкомплексы, где я начала выращивать себе нормально. Сразу по 16 штук. Ай-яй-яй, как здорово! И не поверите, свершилось. Торговец заработал. Это первая, как говорится, продажа в лавке в торговой. Да, возможно, я воду поставила слишком дёшево для ВК. Я видела намного больше, 14 тысяч. Ну, я буду надеяться. Так, малинки 50, малинки 100. Ну, а малинку я чуть поторгую. И смогу себе собрать, например, ещё. Или на пекарню, или ещё на что-нибудь. Благодаря торгу. Потому что с подарками как-то так мне не везёт. Вот. Два дня висит задание принять 50 воды. Ну, вот уже 36 насобирала. Ну, возможно, сегодня уже так. Сейчас покажу свои торги. Не знаю, может быть дорого, может быть нет. Но покупают. Рельсы 100, малинки. И я подумала, что сейчас палочка. А это ходовой товар. Потому что я читала, что многие покупают эти палочки за изумруды. Потому что, ух ты, не открыты, а хочется накормить. Да, я знаю, что, возможно, 50 это дорого. Но для моего уровня каждая палочка это тоже, как говорится, что-то. Потому что делается она... Сейчас я покажу. Ну, много я сделать не могу. Я свои палочки только вчера закончила. Только вчера закончила кормить. Да, вот у меня уже морковка немножко скопилась. Но сказать, что прям, ой-ой-ой, много. А потом ещё пойдут задания разные. Сделайте то, сделайте это тоже. И с палочками, и не только. А палочки у нас, кстати, используются очень часто. Ну что, поехали. Приняла подарки бесплатных. Но вода опять не была обнаружена. Так и стоим на одном месте. У меня сейчас два задания, которые вот надо делать. Это второе. В амбаре корзины гусиных яиц. Ха у меня есть. Я, по-моему, всё, что было с гусиными яйцами, уже потратила. Хотя их можно привезти. А, нет, есть. Всё. Так, делаем уже, чтобы было 20. Пусть будет. Так, и теперь у меня осталось ещё проволока и гвозди. Так, у меня два. Проволока готова. Гвозди 27. Так, а гвозди нет совсем. Правильно делала только что. Пять клеток по заданию. Да, у меня есть такая цель. Не совсем интересная, но всё же. 20 арматуры, 10. 20 арматуры, как 20 арматуры. Вот 10 меховых, это 10 печей. У меня в наличии есть только, по-моему, две печи. Ой, это я не туда зашла. Я их держу, вдруг будет задание, сделай печь. Ну, я не буду даже делать третью, потому что я не вижу в этом смысла. Надо потом сразу ставить десяток. Ну, до десятка мне ещё... Ой-ой-ой, сколько собирать? Цепи у меня уже будут. А вот трубы ещё 30 штук. И потом надо сразу ставить десяток. Сейчас я цепи поменяю. Коллекции. И буду цепи. Прикольно, да? У меня было столько коллекций на кости. Осталось 9 штук. Ну, потому что нужны были гвозди. Опять нужны были... О! Потом снова нужны были гвозди. У меня как-то самые такие ходовые. Очень странно. Знаете, у меня их так много в Одноклассниках. А тут, ну, у меня прям совсем не собирается. Не получается у меня скопить коллекции. Она постоянно... Если она есть, то её сразу нет. О! Это я поменяю. Рога собираю. Активно собираю. Даже хотела поставить 10 на 10, поменять. А потом решила, не, не буду лавку трогать. Пускай собирается пока как собирается, если что. Так, что я хотела-то? Денег, во-первых, очень хотела. 28. Ну, маловато будет. Ну, 2700. Так, и хотела поменять 80 штук. Менять 100? Нет, поменяем 90. Так, тут у нас теперь... С цепями всё хорошо. 30 труп, но это надо ещё гвозди наделать. А гвоздей нету, а труп не сделаешь. Ну, ничего, никто никуда не спешит. Мы играем, мы продолжаем играть. Так. Один позолотел, а это то, что не берётся. И покормить. И покормить. Раз, два, три, четыре... Ага, три. Не хватает заводов катастрофически. Мне вот надо срочно встроить вторую мастерские. Вторые, потому что канаты делаются в мастерских. Пока делаются канаты, я не могу ставить сосуды и всё остальное. А мне идёт уже на этот уровень идёт конкретная нехватка. Да, я даже совершила чудо, можно сказать. Я достроила остров, и я теперь могу делать самостоятельно тенты. Ну, вот вопрос в другом. Смогу ли я построить здание, и хватит мне на это денег, или как? У меня два здания. Мне надо... Так, где ты, где ты? Кожевня полторы тысячи. Ну, на Кожевню мне ещё хватает, скажем так. Где-то её так поставить скромненько, пока она не достроенная, чтобы она никому не мешалась. Главное, за неё не забыть. Так, Кожевня. Кожевня. О! Ну, тенты это тоже вроде как, я их могу уже делать. Но, с другой стороны... Это гвозди. Это гвозди. Потому что это... Каркасы. Это мне надо три штуки, да? Ой. Три. А это 90 гвоздей. Ну, не сегодня. Ну, почти построили, и это радует. Так, теперь надо ещё мастерские начать. Ферма, птицы ферма. Ферма у меня уже есть. Птицы ферма у меня пока ещё... Ну, не дошла до этого. Хотя, в принципе, хочу вам сказать, что птицы ферма мне вот сейчас пока месть даже так, что прям особо и не горит. Главное, заезжать вовремя называется. Так, шаманская. Ой, и канистра, по-моему. Но это не точно. Сейчас посмотрим. Так, и надо с собой взять, скажем так, чего-нибудь червяков. Да. Ой, у меня они и закончились, по-моему. А, то у меня в Одноклассниках они на песне закончились. Тяжёлый случай. Так, поехали. Обновление это хорошо. Но у нас ещё... Ой, я даже затрудняюсь ответить, в каком количестве у меня здесь птички. Их уже не сосчитать, называется. Ничего. Да и животные мои уже начинают хотеть кушать, по большому счёту. Травка-то уже подходит к концу. Надо дочищать, чтобы она дальше открывалась. А мне сейчас энергия идёт совсем другое русло. Надо чистить дальше новый. Новый там 60 с чем-то процентов, или 61, или что. Ну, вот сейчас, смотрите, они все у меня яйца свои отдадут. У меня добавится коллекция, у меня добавится опыт. А это тоже хорошо. Да. С одной стороны, вроде как по 5 тысяч покупать. Ай-яй-яй. Ну, смотрите, ферма это гарантия того, что вам надо для этого груши. Если нет ботанического сада, а его здесь нет, и по большому счёту на таком уровне быть не может, то с грушами будет проблема. Ферма строится не так просто. Вот построили мы ферму. Ура, товарищи! Она так и есть. А дальше что? А дальше мы, когда соберём груш, тогда и покормили. А так спокойненько. Они себе стоят. Яйца вот, смотрите, если у вас, допустим, ферма, то животные у вас все сидят в ферме. Вы их там благополучно покормили. С кормушкой с животными проще. И аккуратненько сверху собрали. Яйца, конечно, они всё равно выкидывают на территорию. И они же не остаются в этой птицеферме. Так что большая разница от того, что они у меня стоят так или сидят в ферме, на данном этапе, на данном уровне для меня нет. Мне всё равно. Меня и так всё устраивает. У меня даже яйца уже скопились. Это радует. Так, мы ничего не забираем. Нет. Тогда поехали на тот временный. Пора там уже, пора всё собирать, ставить и смотреть процесс. Я так затягиваю немножко, конечно, расчистку. Есть там чуть-чуть энергетиков, но... Я надеюсь, что вот-вот появится компаньон. Ну, я знаю, что... Не факт. Так. Когда у человека будет время, тогда и зайдёт. Я же тоже не сижу целый день в игре. У меня появилось время в одно время, у неё появилось время в другое время. Как-то так звучит. Не ахти, конечно. Похоже на вред сумасшедшего. Так, тут собрали, собрали, собрали. Мы ещё работаем тут или как? Так, ещё вовремя даже. Показываю. Ну, я так думаю, что я вполне успею это всё доделать ещё 14 дней. И даже немножко получить древних сундуков. Что меня очень радует. Так, 61%. Ну, теперь, да, я немножко отвлекусь от темы и займусь травой, наверное. Ну, просто сейчас с этой травой у меня совершенно не будет энергетиков потом, когда компаньон придёт и поставит свою помощь. Я буду очень за это рада. И я ничего не смогу сделать. Потому что все энергетики ушли на траву и сгорела сейчас вся помощь. А потом, в итоге, я ничем помочь особо не смогу. Ну, никто не виноват. Все играем в разное время. Очень жалко. Было бы, конечно, веселее и интереснее, если бы мы могли собрать хотя бы 500 помощи. Да, вот. Покрас, сразу 500. Так, 40. Отличненько. Ну, оставится плюс 20 и плюс 50. Как-то так жалко, скажу я вам, на это тратить. Надо вывозиться просто. Надо вывозиться и надо здесь так стихать. По-моему, всё. Ой, да. Вовремя я заметила. Раз, два, три. И ещё раз на будущее. Два, три. Собираем. Нам прибыл, надо, чтобы в запасе был десяток. Иначе ж наши снеговики работать не хотят. Они у нас просто так не работают. Им давай 10 снежков, говорят. Так, вывожу. Даже так. Есть чего вывести, называется. Девять, пять. Девять, четыре. Поехали. Ну, теоретически заезжаю на жабок. Их у меня совсем мало. Ну, дальше я не пойду. Да, дальше следующее я могу достроить, собрав вкрепление, поискать на острове. И там уже будут лисички. Ну, как-то вот, не знаю, жалко, что ли, ресурсы. Так, собираем. Так, мне надо ещё денег нарисовать, если честно. Сколько мне надо нарисовать? Так, это я приняла, кстати, или нет? Делается? Да, делается. 14 минут ещё. Так. Два миллиона. Ха, у меня 890. Я только одну коллекцию нашла, по-моему. Ну, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. У нас такого нет. Ой, наконец-то начало изобретение собираться. Что-то совсем было печально у меня. Так, работаем. Да, шпон. Давайте ещё один шпон. Ну, а потом брусья. Как-то так. Всё, больше ко мне не приходит меняться. Я ж не против, я поставила. Надо, кстати, сделать хотя бы ещё 2-3 палочки, если что. И посмотреть. А, я не посмотрю, сколько у меня малины. Хотя нет, посмотрю. Если нажать вот так на подарок. И посмотреть. 1700. Ну, а я видела... Сейчас скажу, сколько ж мне малины надо. Чтоб пекарню купить, если что, за малину. Так. Тихо. Раз, никто, ничего там... Не-не-не-не-не-не. Мы на такое изомруды даже не тратим. Так, ищем. Тут была пекарня за малину. 3 тысячи. Пекарня. Кстати, на крыльчатник мне уже хватает. Ну, мне не очень. Ну, как вот? Нужен, конечно, но не так. Еще один вигвам. Не. Пекарня нужнее. Я уже даже рассматривала вариант 60 тысяч воды. Но нет. Вот тут я видела, кстати. Вот, 14 тысяч. Торговая лавка. А у меня 80. Ну, типа... Немножко не хватает. Совсем чуть-чуть. Ну, прям совсем-совсем. Как-то так. Прикол в том, что это у меня единственный торговец, которого я нашла. Сосед где-то, где можно что-то купить изомрудное. Ну, все остальное я просто такое не... Или мне не везет, или такого нет. Одно из двух. Так, еще один. Золотой. Совсем золотой. Так, надо своих животных же покормить. То они у меня стоят в скромной ферме. Ой, как мне нужен сборщик золотой. Пока еще в не таком большом количестве, в принципе, можно и собрать. Тут у меня тоже есть немножко птиц, но здесь уже другие. Если там у меня благородные, дорогие, как говорится, то тут у меня попроще. Тут я поставила простой инкубатор и делаю себе кори и гусей. Ну, естественно, еще стоит две штуки. Две, конечно, мало, но лучше, чем ничего. И вот, возвращаясь к вопросу фермы и птицефермы. Вот, смотрите, ферма даже не полностью сделанная. И то, мне хорошо, у меня есть большой выбор, чем бы их покормить. Вот я могу сделать, получается, тростник. Ну, я так никогда не делаю. Вишня, ну, делаю до тех пор, пока у меня не появляются чемоданы. И удачи, называется. Все, они сыты. Ай-яй-яй, у кого-то опять нету рыбьего жира, надо привезти. Тут он тоже выпадает, но как-то так маловато будет, скажем. Для того, чтобы в достатке было у меня ткань, вот у меня стоят товарищи, приносящие коллекции. О, золотое. Праздничное. Отличненько. Так, надо взять с собой чего-нибудь. Ну, например, молочка. Мы яйца заберем. На домашнем острове мы такие яйца не делаем. Они у нас все привозные. Только здесь. И давайте возьмем весе 20-30. А это мне вообще, наверное, не надо было брать. Ну, ладно. Раз, два. Все. Все собрали. Почти все. Можно домой. Еще бегаю по соседям, где бы денежек накопать называется. Не у всех почему-то, даже на большом уровне, есть это баджо. И этих у меня лопаточек не сильно много, но ничего. Даже пару коллекций, это уже хорошо. Ну, а там чем больше, тем не хуже. И гвоздики здесь подкопаются. Понемножку. И денежка, и много чего другое. Тут вообще классно выпадает. Лучше, чем у других. Допустим, везде копаешь, выпадет, не выпадет. А здесь стопроцентная гарантия, что что-то да выпадет. Спасибо, конечно, что вот такие вот хотя бы есть несколько штук, как говорится, у нас в игре, где хорошо можно накопать чего угодно. Вот это вот бихает она еще не в тему. Ого. Я не поняла, почему мне это считалось, что... Ну, это же точно не вода. А, это я что-то сделала, и у меня... А, все, я вспомнила. Я гвозди собрала только что, заготовые. Так, следующий. Рыба, творог, черника. Так, творог. Будет скоро делаться. Что нам за это будет? Ну, так. Рыба. И черника. А чернику, я, по-моему, у меня еще остров нет, где черника делается, да? Только теперь в амбаре. Ай-яй-яй. Ну да. Жаль. Ну, ладно, бывает. Ну что ж, мы с вами немножко поиграли. Скоро у меня будет первый раз, смогу открыть статуэточку. Кстати, могу показать, что с нее выпадает. Вот наша статуэточка. Давайте откроем. Вот так. Скромненькая, со вкусом. Посмотрите, птицеферма. Груша, смородина, груша. Но здесь вы можете... Да, мне все равно, у меня стоят здесь, получается, сады ботанические, где можно груши себе насобирать и благополучно, как говорится, покормить. И в основном кормим минеральной водой. И животных тоже, как говорится, в основном не покупать. Частично, получается, у нас есть они в простом инкубаторе и есть немножко в золотом инкубаторе. Покупаем там буквально два вида. Ну и на этом все. До новых встреч!